Всем привет! В этом выпуске я снова постараюсь сделать вашу жизнь чуточку проще, ведь это бьюти лайфхаки для девушек. Вы узнаете, как можно сделать объемный пучок из обычного крабика, а также я расскажу потрясающий трюк с бьюти-блендером, который поможет коже стать намного лучше. И еще многое другое. Сейчас в моде натуральные густые брови и как же все-таки красиво они выглядят на моделях в глянцевых журналах. На самом деле не у всех они такие от природы, но можно сделать такой эффект при помощи косметики. Сейчас я вам покажу один лайфхак для создания той самой волосковой техники. У меня есть вот такой карандашик для бровей, он автоматический. Как вы можете заметить, хоть и стержень у него супер малюсенький, имитацию волоска им будет сложно нарисовать. Но это легко можно изменить. Нам стоит стержень прижать к какой-то прямой поверхности, например у меня это колпачок от сухого шампуня. Под давлением кончик становится похожим на шляпку гвоздика. Это как раз то, что нам нужно. Теперь нарисуем линию на руке краем вот этой вот шляпки. Посмотрите, какие тоненькие они получаются. Можно теперь прорисовывать бровки. Мне хочется добавить густоты в начало. Ну и кое-где сверху тоже не хватает волосков. Поэтому этим карандашиком я все это дело подправлю. И получились бровки, которые я хотела. Покажу вам как легко можно сделать объемный пучок с помощью обычного краба для волос. Казалось бы, как вообще можно создать такую прическу? Нужно всего лишь заколоть волосы в удобном для вас месте. И вот так обмотать их вокруг него. Верхушку мы тоже закрываем, чтобы скрыть наш крабик. И в конце просто закрепляем невидимкой. Получился такой небрежный и в то же время объемный пучок благодаря крабику для волос. Многие матовые помады имеют такое свойство очень медленно сохнуть. Кстати, у меня в руках пример именно такой. Кажется, этой помаде нужна целая вечность, чтобы высохнуть. Но мне безумно нравится ее цвет, отказываться от нее совсем не хочется. Поэтому я нашла решение в то время, когда я куда-то тороплюсь и мне некогда ждать, когда эта помада высохнет. Высушить такую помаду можно с помощью фена. Поскольку она суперстойкая, ее не нужно потом подправлять в течение дня. Таким образом я и подводку иногда сушу, чтобы она не отпечатывалась потом навеки. В создании прически мы часто используем вот такие маленькие силиконовые резиночки. В видео с прическами они очень часто у меня мелькали. И да, как правило, они одноразовые, поскольку иногда такую резинку снять очень сложно. Можно вырвать прям с волосами. Поэтому если ваша прическа состоит из таких резинок, то вот как ее легко и просто можно расплести. Берем утюжок, не забываем включить в розетку. Нужна совсем небольшая температура. От одного прикосновения утюжка резинка просто лопается напополам. Таким образом, даже если вы в волосах не видите резинки, вам легко удастся от них избавиться. В общем-то все, волосы на свободе. Чтобы ручки всегда выглядели ухоженно, необходимо каждый день кутикулу напитывать маслом. К тому же, если регулярно делать эту процедуру, то она отрастает намного медленнее. Но в таком случае маслица заканчивается, конечно же, быстрее. Не спешите расстраиваться, потому что его даже можно не покупать. И здорово, кстати, сэкономить. Мы с вами возьмем вот такое детское масло, которое я обычно использую для тела, например. Смотрите, какой у него большой объем. Так что хватит и на нашу кутикулу. Переливаем маслица в бутылек. Отличия нет никакого, разве что только запах совершенно другой. Таким маслом кутикула очень здорово напитывается и пальчики всегда будут ухоженно выглядеть. Я очень люблю кофе, поэтому применяю его даже в уходе за кожей. Например, кофейную гущу можно использовать в качестве скраба и для лица, и для тела. Добавляете ваше любимое средство для умывания. Сюда же добавим немного кофейной гущи. Пальчиком немножко перемешаем это все. И можно скрабировать кожу такими легкими-легкими движениями. Таким же образом можно сделать и скраб для тела, добавив просто кофейную гущу в гель для душа. Если у вас проблемная кожа с расширенными порами, то на нее маскирующее средство, конечно же, ложится очень плохо. Вот маленький лайфхак. Сделаем на спонже небольшой надрез. И дальше мы его не разрезаем, мы руками его просто разрываем. На самом деле залипательная штука. И на той и другой половинке получилась вот такая бугристая поверхность. То, что нужно как раз. Она и даст нам хорошее покрытие на поверхности. Более сглаженное, так скажем. Так что смело наношу тоналку и распределяю по коже. И реальный эффект намного лучше. А теперь напиши в комментариях, какой из лайфхаков был самым полезным для тебя. Спасибо большое вам за просмотр. Если вы хотите больше лайфхаков, ставим большой пальчик вверх. И, конечно, не забываем смотреть предыдущие видео, потому что там много всего интересного и полезного. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всех люблю и всем пока.